МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши интервью с Юлией Алановой, директором Центра молодежных инициатив Минобразования Республики. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. Если мы говорим о молодежных инициативах в нашей Республике, то какого рода инициативы проявляет наша молодежь? Вы знаете, Лена, мы даже не знаем... Какие из них вы поддерживаете? Мы даже не знаем, с какой инициативой завтра придет к нам молодой человек и какую инициативу мы будем развивать. Но если просто попытаться описать сферу нашей деятельности, это практически все направления. Это студенческие научные общества, это студенческое самоуправление, это работающие молодежь, это молодые семьи, это студенческие трудовые отряды, это, естественно, волонтерство, это огромный блок, мы являемся ресурсным центром по развитию добровольчества Чувашской Республики. Это олимпиады профмастерства, мы обучаем вожатых, у нас образовательные лицензии. Мы, конечно же, развиваем социальное проектирование, проводим конвейеры проектов. Творческая молодежь, мы региональные координаторы студенческой весны, театрального привожья и интеллектуальных игр. То есть перечислять можно бесконечно, но в самом деле инициатив много, постоянно они появляются в различных направлениях от различных молодых людей. И когда они к нам приходят, мы садимся и начинаем думать, как же это все поддержать и продвинуть дальше. Вы упомянули добровольчество, которое сейчас очень активно развивается. В каких формах работаете вы в этом направлении? Мы в прошлом году выиграли федеральный грант «Регион добрых дел». Направлен он на вовлечение взрослого населения, во-первых, и на развитие социального добровольчества. Потому что лицо волонтеров Чувашии – это девушка 21 года, в основном студентка. То есть у нас у волонтерства в Чувашии молодое, красивое женское лицо. Но все-таки есть такие сферы – это помощь палеотивным, больным, замещающим семьям, в которые, наверное, необходимо вовлекать более старшее население, развивать серебряное добровольчество, корпоративное. Вот в этом направлении мы движемся. Но волонтерство у нас очень активное, и грантов очень много мы выигрываем именно в этом направлении. И где работают сегодня ваши волонтеры? Ну, сейчас у нас грандиозный проект – это волонтеры переписи. Мы сейчас набираем во всех муниципалитетах волонтеров, которые будут помогать в МФЦ и разъяснять, каким образом можно пройти перепись. Сейчас, к первому сентябрю, у нас ряд акций. То есть мы собираем вещи, помогаем собрать ребят в школу. То есть практически все направления. К нам, наверное, каждый день приходит какая-то заявка. Вот вчера, например, по линии акций «Мы вместе», она еще продолжается. Поступила заявка сопроводить девушку до больницы и обратно. То есть мы стараемся, вот наш Центр молодежных инициатив, основной упор сделать все-таки на социальное волонтерство, а не на события. На днях подвели итоги молодежного форума «Иволга». И кто представлял Чуваш, и какие проекты поддержаны от нашей республики? Конечно же, достижение, что 5 грантов. И хочется отметить, что 3 из них – это добровольчество. То есть это, возвращаясь к вашему вопросу, насколько развито добровольчество. Это большие суммы от 180 до 650 тысяч. И хочется отметить также, что у нас выиграл проект «Красновый Сергей» из Шумерли. Мы всегда очень радуемся, когда у нас побеждает молодежь из муниципалитета. О каких именно проектах идет речь? Это различные проекты. Это и развитие soft skills, это и помощь детям, которые находятся на лечении в стационарах. То есть поддержка. Это развитие медицинских отрядов. Это, если по Шумерли, это квест походы, чтобы молодежь изучила Шумерлю. Это такая кривическая, туристическая, кривическая тематика. Совершенно различные направления. Ну и мы сейчас их, конечно, будем собирать, будем подключаться, чем мы можем помочь. Вот какова судьба проектов, которые были заявлены на ИВЛГУ, но не получили поддержки? Ваш центр берется их сопровождать? Ну вообще совершенно не страшная история. Мы всегда говорим всем ребятам, что любой проект можно довести до гранта. Любой. И у нас были такие случаи, когда ребята ездили по два, по три года на форумы и все равно привозили в итоге грант. Во-первых, форумы еще не закончились. Вот у нас сейчас молодой человек с говорящей фамилией Сусанин с форума Евразии переезжает на форум Селиас. То есть форумы еще идут, еще и форум Ростов, форум молодых семей, НЛСК, на котором тоже наши ребята будут представлены. Также объявлен будет с 1 сентября конкурс фонда президентских грантов, где можно через общественную организацию, у которых у нас очень много молодежных, и они активные, подать свою идею. Ну, то есть это совершенно не проблема. На базе центра работает проектная школа, акселератор проектов. Мы дорабатываем, создаем командные проекты, проектные команды. И, в общем-то, самое главное не бросайте, чтобы руки не опускались. Если говорить о грантовой поддержке, она увеличивается с каждым годом? Да, в этом году у нас в республике прошел конкурс, ну, мы его традиционно называем СОНКО, социально ориентированные некоммерческие организации. Пять организаций молодежных получили на свои проекты абсолютно разные проекты. Тоже тут и добровольчество, и развитие интеллектуальных клубов, и чирлидинг. Так, достаточной суммы, практически миллион. То есть даже уже в республике можно выиграть хорошую сумму на реализацию своего проекта. Вот в конце июня состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору проектов для предоставления грантов на развитие гражданского общества. То есть это как отдельное направление в молодежных инициативах. Какие организации и с какими проектами получают поддержку на этом конкурсе? Ну, здесь, там есть перечень направлений, это и образование, здоровый образ жизни, естественно, добровольчество. И совершенно разные проекты, хотелось бы отметить, здесь и православные добровольцы, очень такой интересный проект. Ассоциации студенчества с чирлидингом, естественно, студсовет, они постоянно участвуют, выигрывают. Перекресток, организация на интернет-воспитание, на воспитание цифровой гигиены, что сейчас очень актуально. И вот, как я уже говорила, интеллектуальные клубы. Что хотелось бы заметить, я входила в состав конкурсной комиссии, и уровень проектов молодежных организаций очень высокий. Они очень достойно защищались, они очень достойно были оформлены, то есть проектная культура у молодежных организаций зачастую даже выше, чем, ну, то, скажем так, у взрослых организаций. Я понимаю, что за годы работы этих проектов перед вами прошло великое множество, но есть такие, которые вот запомнились и до сих пор как-то отзываются? Ну, я, откровенно говоря, еще возвращаясь, все-таки я считаю, что отзываются, наверное, все-таки большие, массовые. Вот хочу сказать про себя, потому что сама лично принимала участие, окружная спартакиада ПФО, российских студенческих отрядов. Приехали 13 регионов, приехало в два раза больше людей, чем мы рассчитывали, это было огромное массовое мероприятие, и оно позволило российским студенческим отрядам выиграть окружной слет. И с 14 по 17 октября в этом году мы проводим уже окружной слет, и я думаю, что мы, наверное, замахнемся и на всероссийский. Еще вот тоже проект хочу отметить, всегда рядом. Мы его реализовывали с Организацией «Свобода», и в течение длительного периода мы вывозили ребят с нарушениями двигательной, там, опорной системы. Мы их вывозили в Звенигово, мы их вывозили в Мариэл, мы их вывозили в Казань. Причем Казань, мы их вывозили на чемпионат WorldSkills, и их встретили там, большое спасибо Датарстану, как дорогих гостей, на VIP-стоянке. Но тоже вот мурашки по коже, потому что это, наверное, была самая благодарная наша целевая аудитория, с которой мы работали. Недавно завершился республиканский этап всероссийского конкурса «Лидеры XXI века», оператором которого выступает Ваш Центр молодежных инициатив. Что это за конкурс? Для кого он проводится? На кого рассчитан? Ну, это лидеры общественных объединений, общественных организаций абсолютно в разных направлениях. Они приходили к нам на очную защиту. Очень яркие, очень амбициозные молодые люди. Сразу видно, что это наш кадровый резерв. Вышли у нас в финал 12 человек. Сейчас финал будет в сентябре в Томской области. Мы сейчас ждем от организаторов задания. Скорее всего, это будут какие-то, я не знаю, кейс-сессии, тестирования. Как только мы получим четкое техническое задание, мы начнем готовить. Потому что, ну, ребята очень сильные, мы рассчитываем на победу во всероссийском финале. Ну что ж, мы желаем вам успеха и вам, и всем конкурсантам Чувашской Республики. А телезрителям я напомню, что сегодня нашей собеседницей была Юлия Аланова, директор Центра молодежных инициатив Минобразования Чувашской Республики. Спасибо за внимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова